Так, запись сама по себе включилась. Чуды и дела сегодня творятся магические. Ну, в принципе, так и должно быть, потому что сегодня магический колдовской день. Ну, мы чуть ли не будем говорить не на эту тему, а на абсолютно другую, но все равно чудеса сегодня возможно будет. Потому что вот я только зашла в вебинарную комнату, не успела нажаться, что я говорю, уже вижу, самопроизвольно включилась запись у меня, и вебинар стал записываться. Здравствуйте всем, кто пришел, с кем мы будем сегодня общаться и разговаривать. У меня большая просьба ко всем. Дело в том, что то, что кто-то меня не слышит, это не проблема моей техники. Я прошла обследование и установили, что я говорю в другом диапазоне частот. То есть, кто меня не слышит, просто не слышит тех частот, на которых я говорю. Вот, поэтому просьба пользоваться наушниками. В наушниках меня слышно лучше. Если у кого-то начинаются там шумы какие-то, еще что-то, перезагрузитесь, это помогает. И когда мы будем проводить обряд, если кто-то меня не будет слышать, то просто он не слышит на той частоте, на которой я говорю. Но все, что мы делаем, оно все случится, и результат будет. Уже сталкивались с такой проблемой, что вообще абсолютно меня не слышат люди, хотя другие меня слышат. Вот, в записи меня слышно будет лучше. Так что, если кто-то что-то упустит, можно будет потом прослушать в записи все. Вот, ну а сегодня мы поговорим о том, как сберечь семью, сберечь своего мужа, у кого он есть. Ну, если у кого-то нет, то как его найти. И вообще, сегодня все о семье. Причем это не только любовь, это будет и здоровье, и денежка, и карьера. Потому что наша семья, она очень зависит от этих всех параметров. И женщины и здоровье надо, и деньги, чтобы был дом, полная часть, и работа, чтобы была, и детки, чтобы были здоровье. Это самое главное. Так что, будем сегодня говорить. Те, кто уже был на моих семинарах, знают, что есть даже заявленная тема, и я могу рассказывать совершенно новые вещи по теме. Также сегодня мы будем проводить обряд. Я вот, начали, напечатала по просьбе участников вебинара, которые мне писали в соцсетях. Сегодня я проведу обряд на то, чтобы вашего мужа не прикормили и не курили. Значит, заговор будем ложить, если у кого-то есть фроса, сыно, на мелкую крупу. То есть это может быть манка, сонка, овтянка. Ну, собственно говоря, даже мысли подойдет. Неважно, что у них орехами, ну, может кто-нибудь сидит на диете, и у них только мысли есть в шкафчике, то даже оно подойдет. То есть это должна быть крупа. Чем меньше, тем лучше. Ну, ну, вот так вот, так, как я все поймаю, ага, вот так вот змеечка. Вы должны будете держать ее в руке, когда мы будем проводить обряд. Это чтобы не увезли. Ничего, наших мужей кому-то уводить, правильно? Вот, так что будем делать профилактику. Потому что, когда уже все случается, все гораздо сложнее. Извязать проблемы, разбираться с разлучницами, возвращать мужей и полностью перестраивать свои ресницы. Вот, поэтому лучше делать профилактику, лучше вовремя все следить. Что я сегодня, скорее всего, буду рассказывать? Наверное, расскажу, как почистить свое жилье от негатива, от разных подбросов. Напомню, как провести самостоятельно ритуал о том, чтобы уйти и откупиться от судьбы какого-то несчастья. Спросили меня девушки. Поговорим о том, как создавать накопительный денежный канал в семье, чтобы богатство из семьи не уходило, а копилось. Вот, и в конце нашего вебинара проведем обряд на то, чтобы вашего мужчину никто не прикормил. Вы знаете, часто при воротах это прикорм, кто-нибудь еду в себе подбрасывает. Так вот, есть обряд, который, если вы проводите его заранее, спасает вашего мужчину из такого воздействия. Вот будет сегодня обряд, но то, что никто не смог прикормить и не уйду из вашей семьи. Если у вас есть какие-то пожелания, о чем мы можем еще дополнительно поговорить, и какой-то мы можем написать в чате. По ходу дневника, если нам время будет хватать, я расскажу. Вы знаете, что рассказывать, я могу обо всем. Сейчас я откалкиваюсь с нашей семьи от всех писем, которые я получила после прошедших вебинаров. Но самое главное, что я постоянный пикер этого центра, который устраивает такие чудесные встречи нам с вами. За моим графиком вебинаров вы можете проследить по ссылке, которые вам высылаются, которые выставляют администраторы. Можно себя узнать, когда я буду выступать. И можно даже оставлять заявки, что бы вы хотели, чтобы я рассказала. Вот, а сейчас мы вернемся к нашему началу. Ну, для того, чтобы, имея уже у нее какой-то быть, ну, наверное, какие-то проблемы. Ну, если я не сталкиваюсь с тем, что быт, конечно, заедает. И вот в какой-то момент вот кажется, что это не просто заедает, да, ну, вот что-то не в порядке. Ну, не может такого быть, вот так ссорились, не может такого быть, вот такие проблемы накатывались, не может такого быть, вот деньги так в руках не держались. Муж как-то не так реагирует. То есть все раздражает, из рук падает, там еще что-то, еще что-то. Если это там день недели, или если это перед ТМС, это нормально. Но если вы попадаете в такое состояние, и в нем находитесь перманентно недели, две, три месяца, это говорит уже о том, что чего-то нехорошего. Либо навели, либо отзавидовали, либо, может быть, вам оставили. Причем оставить подброс в доме можно как сознательно, специально, заказав у мастера. Сделать самостоятельно, литературы хватает. Так и нечаянно. То есть если у вас были гости, которые вам завидовали, кто-то у вас ели и оставили кустанику, разбросали где-то, раскрашили кровь, то это тоже будет подбросом. То есть они когда ели, они завидовали, информация накладывалась на эту кровь. Если вы ее где-то не вымыли, кресосом не убрали, у нас где-то там закатилась подножка, стола, или за батареей, или где-нибудь зашкал, то вот этот подброс будет оказывать такое же воздействие, как специально сделано в кустанке. И чем чаще у вас в дом попадают такие гости, которые приходят с недобрыми мыслями и с недобрыми намерениями, и они у вас кустят, тем больше возможностей, что какая-то негативная энергетика в вашем доме накапливается и начинает разрушать. разрушать и вас здоровье, разрушать и вас отношения к мужу, разрушать и вас одиннадцатым, запитывая каналами. И, собственно, воздействовать в первую очередь на самых слабых детей, стариков и животных. Так что же делать, что же делать нам, чтобы это убрать? В общем-то, если это в такой легкой форме, то для этого не обязательно дать и приглашать специалисту. Я вам расскажу, как это можно сделать самостоятельно. Приветствую тех, кто к нам присоединился. Сегодня мы будем проводить обряд на то, чтобы вашего мужчину не прикормили и не вели из семьи. Поэтому прошу приготовить мелкую, крупную, просто манку, ну, там, овсянку. Если ничего нет, то даже не укрепить орехами с этими границами. В общем-то, приготовьте и в конце вебинара будем проводить обряд. Значит, для того, чтобы подпишись в свою квартиру, не обязательно бежать к лапичкам. Есть абсолютно другая методика. значит, берется любой цифр и берется гвоздика целого обыкновения. И, в общем-то, цифр, и стыкивайте вот этими гвоздиками, прям как йогурт. То есть, на гвоздику впереди, да, вот такой вот стерженечек, вот стерженечек, да, и тут вот такой вот стерженечек. В общем-то, ассоциации должно остаться. Вы гоняете полностью. То есть, сколько комнат только и цитрусовых. В общем-то, и стыкали, и разложили каждую комнату. Через неделю-две надо посмотреть, что осталось. Если цитрус, он не фиксировался, высох и полностью сфоксил, значит, весь негатив он забрал в себя, его можно выбрать. То есть, как говорится, приметенная порча, приметенный негатив, приметенная там зависть и все остальное, она полностью ликвидирована. Если у вас цитрус загнил, вилоплохи, вероятнее всего, здесь что-то сделано уже специально. То есть, на кого-то. Либо у кого-то разбудилось родовое проклятие, которое уничтожает этого человека. То есть, провоцировалась программа, которая приводит к разрушению либо здоровья, либо личной жизни, либо денег на карьерную. на карьерную. Вот, если загнил, то надо приглашать мастера, который будет в психике. Или идти к специалисту, который будет делать диагностику. Можно обратиться и ко мне. в конце вебинара будет ссылка на анезон. Ну, в любом случае, кому-либо надо обратиться, потому что если цвет такой загнил, значит, он не справился с тем количеством негатива, которое есть в этом помещении. То есть, оно еще осталось. Раз оно осталось, то, скорее всего, это какая-то специальная сделанная структура, которая либо наложена на человека, либо в этой комнате есть какой-то подзорный предмет. Либо есть тонкий миг, отец, который постоянно имеет доступ и постоянно приносит негатив такой сомнитель. Вот, когда вы с помощью цикл почувству почистили как свою квартиру, то надо сомнитель ситом. Для это берется крупный осол, такая каменная каменная осол, такая самая веселая крупная ситка. Самая паршивая. Объясняю почему в самых дни вот это вот крупный кусочек крупных кристалл, это настоящий кристалл. То есть только в такой настоящий кристалл можно наложить свое желание, свой мисле образ наложить какой-то заговор, какую-то программу. Если это перемолотая соль, мелкая рассыпься, это практически недель. Поэтому в любых ритуалах если написано соль, то это вот такая каменная соль. В крайнем случае можно заменить соль для вам. Это в крайнем случае. А так вот это обычное серое каменное соль, эти крупные кристаллики, которые в таких пачках красных вот ее и спустят. Значит, солью тоненькой, тоненькой, можно так кристалликами права пройти полностью по периметру квартиры, чуть-чуть присыпать, только за помните и обойти все помните. и потом либо впить спороз или гвоздя, либо не есть у никакой возможности под коврик при гвоздии можно даже скотчем под склеить склей гвоздиком. Чем они больше, лучше, но в принципе можно даже даже с маленькой гвоздиком. Для чего это делается? Для того, чтобы то, что перешагивает ее с вожду, если он идет с выменоменением, чтобы ускорить дискомфорт. Если после того, как вы поставили такую цельную защиту, или гвозди, или там положили, подклеили, подклеили, к вам приходят лошки, которые вдруг не снимают, они уезжают там уходить раньше, и все что-то. То есть, ну, верно, комфорт испытывают. значит, ну, где-то что-то какая-то ночь у них не очень хорошая была класса семьи. Либо где-то позавидовали, либо где-то в клетни правах распускали, либо что-то такое обсуждали. Такая защита срабатывает только от посторонних. если там пришла прикрость или еще что-то такое, оно, конечно, не сработает. Потому что это семья для того, чтобы защищаться негатива от своих собственных родственников, там другие методики. Это уже более сложное, это должен делать мастер. Вот так это рассказать не получится. Ну, даже того, что я сейчас рассказываю, достаточно для того, чтобы улучшить микроклибо вашей семье. По крайне менее снизу не ссорится, лучше деньги будут держаться, лучше отношения будут как-то более-менее наладиться у вас. И благоприятная семейная обстановка естественно это будет посетствовать и улучшение здоровья, и более плодотворной работы и соответственно деньгам. Деньгам. То есть идем и деньгам. Очень много писем было мне спрошено повторить как создавать накопительный канал в времени деньги, то есть канал богатства. «Ингам». Конечно, с одной стороны это вроде как дело простое, не хитрер, но с другой мало кто может удержаться и сделать все как надо. «Ингам». Самая главная проблема в создании семейного накопительного денежного канала, то есть канала богатства именно семей, в том, чтобы все условия были выполнены точно. И потом человек делал это всю жизнь. никогда не забывая, то есть хоть раз что-то невозможно забыть сделать не так, что второй раз уже невозможно это сделать. То есть переделать, сделать заново и еще что-то это невозможно. Уже работать не будет, это уже должно какой-то другой человек не пробовать. И что-нибудь в этом поколении это получше. Поэтому если вы берете его и хотите создавать денежный канал вашей семьи, создавать задел на будущее, на настоящее, для богатства, то надо выполнить все условия скулопулоза. А возможно не особо сложно. День скотилка, лучше коробочка, лучше сундучок, в который с каждой прибыли складывается какая-то копейка, какая-то сумма. Ну кто-то копейки, что бумажки подоложат. Это как. Самое главное, если вот какую-то сумму положили денежку. Не забывайте это делать каждый раз. Хоть раз прерветесь, все будет на смаз. И процессные соотношения мы должны каждый соблюдать. если вот вы там есть тысяч получили чего-то, да? Положили сто рублей. Если вы сто тысяч получили, то уже не сто рублей явно надо положить, а гораздо больше. и вот эта вот копилочка он и тетик, который постепенно-постепенно наполняется денежкой. Никогда не ее трогать. Даже в самые удовольные трудные времена. Потому что как только вы потянете отсюда денежку, прервется вот этот магический свет и ваш денежный канал, вашей семьи, который вы пытаетесь разработать, пытаетесь это создать, он просто не просится. Я вас повторяю, второй раз это сделать будет невозможно. Делайте один раз с этим. То есть если вы взялись, вы это делаете, вы накапливаете, вы создаете вот этот денежный магический поток вашей семьи, вы должны для себя изда знать, что вы это делаете. Вы вы немножко туда положили и никогда оттуда не брали. Что же делать потом? Если у вас есть деньги, которые можно будет потом в конце жизни передать для того, чтобы они накапливали, потом передать, чтобы они накапливали. чем больше вы купите, тем больше санкций, что если вы на Волгу едите, то ваши дети на Мерседос, а внуки там вообще. Это накопительные денег на канал. чем больше вы там накопили, тем больше потом возможностей финансов придет именно к вашим потомкам. Это вот как во время революции раскулачивали там флаков, там певцов и всех остальных. У всех всегда была кубышка. Так вот эта кубышка это не просто спрятка в тенизе, это именно старинные родовые знания, которые передавались из поколения к поколению. Вот эта кубышка как раз мы говорили. Это и есть создение знаний как литиней канала. Это та кубышка куда Денис положилась, которая пряталась, нарывалась, но присутствовала рядом. И которая помогала роду всегда живет в состоянии. Как то кубышка разорялась, род разорился с 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 не просто держаться нельзя. Доработать, доработать, одержаться они не будут. То есть вот эта кубышка дает возможность не просто получить денежку, но и чтобы она задержалась в семье, в пользу. Чтобы во что они вкладывали, принесли прибыль. Чтобы как не пользовались, а они возвращались. Чтобы ваши дети никогда не испытывали проблем. Финансы. И всегда были в полном порядке. Благословим себе. То есть вот эта закопительная денежная манья, кубышка, которую копят, вложат, не тратят и прячут. Ну, в общем-то, если у кого-то есть вопросы, можно, кстати, задать, они не соответствуют по поводу кубышки. Ну вот я вот еще раз про нее все повторяю. Самое главное, еще раз напоминаю, что это та вещь, та манья, которую вы можете сделать сами, бесплатно, без помощи любого мастера. И она получится. И она будет работать. Главное сделать правильно. То есть самое главное, не забывать положить, никогда оттуда не доставать и далее либо спрятать, либо передать по нацвету. Все. Вот это денежная накопительная магия семьи, из которой даст возможность потом в семье иметь дом полной чаши. Это то, что можно делать самим. Это то, что можно делать самостоятельно. Это то, что будет работать. А чуть позже, чуть позже, мы в конце вебинара, мы будем проходить обряд, заговор на то, что в ваших мастерах не прикормили и не убили из семьи. Поэтому прошу приготовить к руку. Сынок просто, там, осянки. Если у кого ничего нет, можно даже мыслить. Потому что, конечно, мне не страшно. Вот. Мы это будем от пользы. Вот Наталья спрашивает, а как узнать, когда кубышку прятят? Кубышку передают в конце своей жизни. То есть, если у вас есть ребенок, внук, которому вы можете доверить такое ответственное дело, продолжать накопление, то предоедем накапливать. А если ваши дети внуки не еют, или вы боитесь, что они расстраиваются, тогда надо уже прятать. Вот. В общем-то, вот так. В принципе, даже если есть накопление одного поколения, это дает возможность и этому же поколению, потому что оно копится, оно в процессе. оно, когда начинает перерастать, хотя бы год вы так покопили, да, за целиком году вы добавляете, копите, а энергетика денег, она уже в семье паса. То есть, уже есть какие-то там приходы, есть какое-то воздействие, там, что-то вам дешевле достанется, где-то примените больше года, где-то еще. То есть, оно вроде как подсечет, оно уже будет, будет приходить и к рукам приставать. Оно всегда долгить долгом и убить динамо. Идут. поэтому, собственно, достаточно год даже, да, чтобы пошел какой-то процесс. А тем дальше мы накапливаем, тем больше и больше это идет. То есть, вот эта денежная магия, она распространяется по всей вашей семье, и все ваши члены семьи, будут становиться более успешными. Если вдруг кто-то не становится успешным, значит, надо делать диагностику, то есть, это очень приводит к его виду, задавая проклятие на кустую руку, либо на уничтожение. Только вот два вот этих проклятия приводит к тому, что разрушается не только там личная жизнь, вот, не только здоровье, но и благосостояние, и, собственно, качество жизни меняется. Если они есть, то там надо либо приспособливаться к здесь в правом смысле, либо, естественно, в диагностике снимать. Тогда жизнь строится все равно под другом, и уже человек может получить то, что ранее не надо получить. Вот таким образом. В одном из писем меня просили повторить, как можно откупиться от судьбы. Есть такой метод, я рассказывала на одном из своих вебинаров, воплотник вопрос женщины, которым я писала, можно ли таким образом откупиться с судьбой у какого-то человека, но она про может проходит. Вот. Да, можно. Значит, есть проблемы. с судьбой, живем в квартире, куда можно спрятать или можно закопать и где. Если закопать, то это должен быть дача, домик у вас собственный. Значит, если это квартира, ну, всегда можно найти место, где спрятать. если бы мои коты умели говорить, они бы вас проконсультировали, где можно спрятать и спрятать. Потому что стащенные ими вещи я нахожу в таких неуобразимых местах. Ну, в любой квартире собственно может много места, где это можно сразить. так что в принципе фантазия не ограничена. А теперь вернусь к тому, что как отступить с этим счастьем для членов семьи. Ну, в этом случае в этом случае в какой не знаю, если у меня кто-то был на одном вебинаре, это вот тот обряд, когда можно, как ставить собак, как я текла. Если вы хотите такое же сделать, допустим, для мужа, у которого большие проблемы, там, неудачи или еще что-то такое, то тут надо ждать, пока он в своей подсмонезе будет. Нельзя его взять на него, нельзя попросить. можно подстроить, чтобы он забыл его, но только вот так. К сожалению, в магии есть свои определенные законы. И настоящий вот магия, да, вот сейчас я ее называю беременник, но это настоящая вот наша условия магия. Действительно рабочая, там, всяких сложностей, тогда и сразу, все эффекты сразу, никогда не потом. Вот. Она всегда в своих действиях, в своих действиях и результатах всегда есть какие-то определенные условия, которые надо выполнить. Что же это такое? А когда вы выполняете эти условия, это когда вы выполняете определенную программу алгоритм. Информация от вас раз и пошла в энергоинформационную полу земли. И там раз и переключилась. Тоже в ответ вам другого. Вот этот вот обряд, который избавляет от несчастья, от больших длинных проблем, от какой-то потери, это как раз обряд, который создает сбой в информации. По какой-то причине наказать длительное время проблемы, 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 потери, потери, потери. Или не получается, не получается, не получается. На какой-то момент эту программу можно сбить. Ну, если это не как-то таркетик происходит, к сожалению. А просто. И проведя эту таблетку, информация сюда уйдет, там сбой произойдет, и вам дадут положительную фазу, то есть вы пойдете по белой полосе, по черной, то есть у вас сразу какая-нибудь прибыль вернется, у вас сразу какая-то удача подвернется, то есть у вас проблемы раскатываются непонятным образом. Были случаи, когда помогало даже тем, кто в судах находился. То есть какие-то дела судебные, то есть какие-то дела чиновничные, когда пришел вот с такой стороны, как говорится, с казенного дома. То есть даже это иногда помогает, ну, не полностью избавится, ну, по крайней мере, облечь. Так вот, если вы хотите с таблет произвести на снятие проблемы с мужа и с другого своего члена семьи, с ребенка, с теми, с чешком, то есть надо пока не шел, в этот момент забудут. можно подстроить. То есть если вы знаете, что он носит в канаве, нельзя вытаскивать, можно вытаскивать. Нельзя из куртки вынимать, значит вы должны эту куртку уронить так, чтобы он вылетел. То есть вот это определенные условия, то есть он должен забыть. Вы можете подстроить, чтобы он забыл, но не вытаскивать. То есть значит выронить куртку, вытаскивать там в канаве, там еще что-то какое-то. Совершить такие действия, которые вот этот кошелек, это портмонет вывалится и где-то завалится. Ну собственно когда этот человек уходит на работу по своим делам, у вас задача вы потратите этот портмонет, остается там из дома, в него положить ту сумму, которую вам прислал в голове. Еще раз повторяю, когда вы идете на такой действии и вы сами себе говорите, да, вот я хочу избавиться от такой-такой-такой проблеми, я вот хочу его избавить от такой-такой проблемы, вам всегда будут оба щелк, сколько-то положить. Вот как она щелкнула, сколько-то положить, сколько-то положить надо. Как только вы начнете, ой, а вам уже за это меньше, а может больше, все, можно сразу действие прекращать, ничего не получится. Это тоже определенное условие. То есть вот это все, это вы сумели свои просьбы, да, что вы хотите избавиться, сумели туда достучаться, вам сверху пришло. Столько надо, чтобы произошел этот сбор, и пошла у вас положительная полоса жизни. В общем, не замерите, положили столько, сколько нам пришло. И тут такие же сумочки, и так этот поселечек портмоне сверху, чтобы было видно. Отправляемся в места, где рубят карманики. Рынок, супермаркет, ну, в общем-то, вам надо везде походить, чтобы у вас этот поселек такие же. Не выбросить, не потерять, не это самое, его должны украсть. Только тогда, когда его украли, они украли не только этот денеж поселек, они украли вашу проблему. То есть эту проблему получит тот, кто украл. В энергоинформационном поле в этот момент происходит сбой по поводу вашей информации. То есть вот той вашей судьбы негативной, которая сейчас идет. Там щелкает и сразу начинается белая полоса. То есть что-то положительное сразу пойдет. То есть никогда там нет. У меня вот буквально несколько вебинаров назад одна играет слушатель делала это для себя и через два-три дня получила это уже принятое такое. У нее большая проблема была с деньгами. Ну вот не могла никак решить. Не помню. Неожиданно. То есть она этих денег не ожидала, этого не могло быть и вообще не могло быть никогда. вот это работает сразу. Но если вы выполнили все условия. Это вы можете сделать сами. Это не надо кому-то оплатить там еще что-то. Но вы это делаете сами. Но соблюдая все условия. Вот это настоящая евреевенская общая магия. И я специалист этой магии. Вот я вам рассказываю то, что вы можете сделать сами. А мастер такой как я может вообще сделать все. Причем когда ко мне приходят я не заставляю меня собрать жизни, меня смысление. Бывает такое образование этого. Поменять надо. Но в принципе если он так в пределах допустим я ничего такого не уставляю. делаю все сама. И результат мы получаем практически число вот. Вот это работает именно так. Никогда не потом. Никогда мы возручимся, одухотворимся или еще что-то такое. Это та магия, та энергетика, которая действует мгновенно, на которую отсекается даже тело. Мы получаем результат сразу. так что вот таким вот образом можно самостоятельно избавить, если вы делаете это я от какого-то проблемы или без денег. Либо вот своя муга полностью от какой-то проблемы без денег. Не обязательно без денег. У был случай когда у дамы в общем-то простым языком скажем сына замели бинты и чего-то там ему подкинули. Ну собственно реально подкинули потому что парень там хорошо учился ничего не был заметен спортсмен не употреблял не пил не курил собственно говоря ничем таким не мог заниматься даже ну поучаствовал в драке решили они еще дела повесили и соответственно вот так вот она двух и сверху сделала вот это андрей и собственно была я все компания у него все легче всего делается кроме того что его привлекли и потом отпустили все было хорошо то то вот эти вещи они работают сразу влияние оказывается сразу воздействует сразу результаты выключиваются тоже сразу мы сегодня мы правда чуть-чуть пораньше закончим не в 22 креста немного пораньше у меня завтра съемка очень рано я выйду поэтому я сразу после 22 мы уйдем на обряд заговоров мы будем заговаривать крупу там сынок руху можно обтянку можно на то чтобы ваших мужей не прикормили и не увели из семьи то есть это вот такой обряд который дает возможность предотвратить разрушение семьи предотвратить то чтобы вашего мужа кто-то там соблазнил и ушел конечно есть множество способов когда уже начал бегать на лево направо и кредит присолить когда готовится говорить кстати аммонистка кулинария это одно из интересных направлений и действительно когда говорят с помощью горши можно приворачивать так но там не только надо уметь хорошо готовить надо знать какую положить справку приправку и какие правильные верные слова сказать в каком моменте сейчас я разрабатываю обучающие обучающие методиала как по этим направлениям и через пару месяцев это можно будет уже приобрести либо поучи остаться в таком обучении где каждый сможет научиться как можно своего собственного мужа вечеролай побоял как правильно накормить гостей чтобы они только в вашем доме спрашивают а если ему нет любом этот таблет не подойдет 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 сможет подойдет отношения же есть поэтому подойдет как вот это такие неожиданные вопросы бывают подойдет сработает может поделать поделать здесь есть какая то Все зависит от того, кто к нам подсказал, жена или любовница. Того-то и помогают. Потом я расскажу, что с этой группой делать. Но в любом случае, мужика кормить Еве не надо. Так что, как раз вот такое вот лазнение, или вот такое направление, которое в ближайшем будущем я начну давать частично на вебинарах, частично можно будет попасть ко мне на специальную группу сообучающей или приобрести материал, то это где-то месяц-два и все же можно будет получить. Опять-таки, следите за графиком моих поступлений. Наши любимые администраторы всегда вам сообщат, где как, какой материал. вот, а сегодня будет предлагаться моя левна цикла и голографические корреляторы, то есть кусочки Мирославы. Да, сегодня предлагаются вебики Мирославы. И кусочки Мирославы. Меня, кстати, спрашивали, каким образом и что-то такое. В общем-то, этот голографический коррелятор – это такая марочка маленькая, да, голограммка. То есть маленькая марочка, которую можно наклеить на телефон, с помощью косы лег подклеить, носить с собой. С помощью нанотехнологии умели записать мой жизненный ход. И вот эти вот голограммы создают вокруг человека, который ходит, подобие моей энергетики. А там есть золотой Мирославчик, он вокруг человека создаёт немножко моё поле, которое настроено на привлечение денег. То есть у этого человека повысается вероятность получения денег. Ну, соответственно, подвижения, 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 какие-то моменты. Есть целебный Мирославчик, который, наоборот, вокруг человека создаёт моё поле, которое отражает все негативные воздействия. Это и порча, и сглаженность. В принципе, отражалось даже воздействие от электронных приборов с Нихололова, с фото, с телефонов. Но мы сами удивились, когда получили такой эффект. Я не знала, что ли, оказывается, всё это отражает. Вот. И красный Мирославчик, который вокруг Нихололова создаёт моё поле, который в этом человеке активирует природный запах керамона. Соответственно, он привлекает теплоположный пол и гармонизирует те отношения, которые уже имеют. То есть, как бы, в таком-то режиме получается. Но на самом деле, на самом деле, это как раз частично моё поле, которое срабатывает вот таким образом, что у этого человека просыпается природный его керамон. То есть, это не искусственное созданное что-то такое, это самое-самое натуральное, которое сработает правильно и так, как надо. Вот так можно поизменить кусочек Мирослава к себе и с помощью вот этих голографических кореяторов, то есть Мирославушков, изменить свою жизнь к лучшему. Так, о чем же мы ещё будем с тобой говорить? Что же вам такое расскажет? Меня еще про один аспект спрашивают. Личку писали мне. Дамы за 40, у которых неожиданно начинались проблемы с мульяем. Тут сразу хочу сказать, что эти проблемы начинаются не только потому, что вина в городе без ребра музыка, но и по другой причине. И как раз в этой степени, у женщины за 40, начинается подготовка организма к климаксу. Имеется гормональный фон. И почти полностью уничтожает собственный запах с романа. То есть он просто пропоздает. Либо становится неприятным, вакуумным, конкретным. И эту проблему надо решать. Решать двоярко. С одной стороны, лечики. Какие-то биодобавки. А с другой стороны, если такой вот произошел, то все-таки надо обращаться к мастеру, специалисту, вот таком, как я. А вот, который выпущет и восстановит вас в природном запах с романа. Потому что даже после вот такой потери, если восстанавливается гормональный фон, то есть обязательно надо обращаться к мастеру. То есть самые разнообразные обряды и заговоры, которые это делали. И это не привороты. Если магия западного направления, не их вообще все. Там, туда, налево-направо, приворот, приворот, приворот. Как раз и нация, вот, славянская направленность, и немцевая магия, приворот как таково, она вообще не используется. То есть есть более действенные крестца, которые натуральным образом восстанавливают на повторном уровне. Натуральным образом привлекают очень... Он вспоминает те моменты жизни, которые были хорошие, там... У него опять взяли на долг. Небо есть обряды на поиск в своей половине. Там немного разных способов, которые не являются приворотами, а являются настоящими природными катализаторами того, что было уже заложено в обранизме кастера. Вот Наталья спрашивает, как понять этот человек, который испытывал, по судьбе или нет. Ну вот совсем-совсем точно, но может, скажите, это мастерная грамма. По судьбе или нет. К сожалению, нет методик и способов, чтобы обычный человек мог понять, там разобраться. Даже простая гадалка не всегда может это вытащить все помимо. То есть тут обращаться, конечно, надо для диагностикой отношения. Друг раз. Так и здесь или нет. Потому что, ну, вопрос в принципе правильный. Мне попадалось много женщин, которые бегали, пытались не покрыть в себя мужчину, по-моему, если это заказывать привороты, либо пытались возвращать ушедшего, либо пытались клеить отношения, которые не клеятся. А там реально мужчина был, как вы говорите, не по судьбе. И, естественно, чтобы такие специалисты не делали, ничего не получалось. Не от того, что они там платили специалистами, а там просто... Когда они не покрыли, то что там не клеим, а клеим, а клеим, а клеим не получат. Суть дела в том, что не все способны видеть некую судьбу. Как не все способны видеть и определять, если это там нормальная программа. Наших мастеров очень мало. Очень мало. Поэтому те, кто не умеет это видеть, они могут быть хорошие мастера в ритуалах, но она вот в таком случае может быть и сычка. Ну, тут тоже нельзя сказать, что они просто... То, что им одни способности дают, мне другие дают способности. Там, с ритмой и прессе дают способности. Там, что тут... Мы созданы тоже для разных дел в мире. Как правило, к каждому мастеру приходит именно его пациент. Так, подходим к последним временем. Значит, еще раз напоминаю, что сегодня мы будем проходить обряд. Заговор. Насос подбиватого мужчину не прикормили, не увели. То есть, заговор будем вложить на кругу, тяно, просто. Можно оттянку, можно даже милшую. У кого другого нет. В общем-то, нужно вот так вот. Так, немножко. Это вы будете держать в руках. Сегодня, к сожалению, я закончу чуть раньше. Потому что, пожалуйста, у меня съемка не жури. И вот именно раннее утро. Я даю с поздно, словно, не очень далеко мешать. Поэтому, про соусе готовить к руку. Еще раз, извиняюсь, посвернуть немножко раньше. У нас не полтора часа будет. Это вот час копеек и минуты и шесть минут. Мы с вами уйдем на договор. Вот так что, просто поставить, если меня все услышали, чтобы все приготовили крупу. Если у кого-то какие-то вопросы по сегодняшней семье есть или пожелания, о чем бы и хотели услышать в следующий раз, можно написать в чате. Можно написать в чате. И как вы пишете, да, я учитываю те заявки, которые мне поступают. Так, я уйду. Уже кто-то в чате поставил. Вот, на все способы. Так, готовимся, девочки, готовимся. Готовим к руку. Значит, на самом заговоре. Надо будет стоять. К руку держать в одной руке. Правша вправо, верша в голову, соответственно. В общем, в ту руку, в которую вам удобно. Вообще, к руку в руку, а в салфеточку перекладываете потом. Почему бы руку напрямую, потому что здесь максимально надо передать, максимально должна быть связь с вами. То есть вы должны на этой руке оставить не просто энергетический поток, да, который я его там пропущу. Но оставить свои светочки ДНК, то есть свои потозировые следы. То есть связать полностью себя с этой рукой, чтобы магическим образом ваше вот это желание с неуверенностью, оно сработало. То есть, как я уже говорила, в этих таких вещах надо соблюдать определенные условия. И сейчас мы соблюдаем такое условие. А если я так понимаю, что те, кто готовы, уже готовы, значит, пожалуйста, сканомимся, стоим, носки вместе, это носок на крючку 5 по 5. Руки от плеча до локта, связаться к бокам, и вот так вот, в одной лице, ага, так, поймать, ага, попасть, другое вот так вот, так, подошка сверху. Голову чуть-чуть назад запротивляйте, глазки должны быть закрыты. Глаза должны быть закрыты. Ваша задача просто стоять, расслабиться, и можно думать о своем мужчине. Ставим, носки вместе, глазки так же расслабить, и пальцем. И только ритуал, здесь плетаю, вернами питаю, плетели, голове, не сраб, сезон, подой на сезон, забыли, снаружи, не у стены, не у стены, не у таро, не у стены, не у Patterson, не у Белой, не у Рызы, какой овец пейли, мне одной со своей женой, возле работ. Крипит, креста, покрытия, зелено, не питали, ели, и пили, по времени, метро, сезон, сабыл, на сезон, поедал в Дилу, стены, не у млад, молодых, не у Стены, ни у Тары, не у Белой, не у Рызы, и у него какой, совет, у меня одной из своей женой божья работа, 30 приходит исключением, и он написал, и он не приходит мне к ней по Dude. Он ее друг, и он кстати, я себя нашел глаз молодой. Но с тарой стороны не умел, и сильно не походил. И у меня одной из своей женой работа, 30, припять исключением И он упомянулся, жена сказал, что он уже был делать на своих стенах, и он не младшуюсь, он не угрызал, не у рыжей, не у покоя есть. и у меня одной со своей женой Божьей работа. Вот так мы читали, что у меня эти игры говорили, у меня есть раб. Ну, что делать на своих стенах? Ну, два колодок и два старых старых, чтобы мы делали на покое, и у меня одной со своей женой Божьей работа. И в крестьянке писали, где он мне читали, и у меня эти игры говорили, там скорее всего, и у меня отношение с раком. У меня есть раб, и у меня есть раб, и у меня есть свои люди, и у меня есть руку в ДМ. настьма надпад, шума старается к универе, не наполняется. Универгутся к универгировать, а не, а не, а не. Завтра эту крупу надо где-то посыпать птичком, чтобы они все классные и обряд будут делать сам и в любом месте не важно каким, голодам или голодам, в общем-то длинность под длинность и так, чтобы к руку эту посыпать птичком, которую скрыли. Спросы поставить птички, у меня все помнили. Я видела, что все помнили вопросы, но если есть вопросы, все это напишите и отвечу. Так. У кого-то еще какие-то вопросы есть? Я сплю. Нет. Я сплю. 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 Прошу прощения, что я закружила немножко раньше разговор, но, к сожалению, мне изменили время завтрашивания, и мне придется очень рано выездить. Всем удачи, здоровья и благополучия. До свидания. Прошу прощения.